В Белгородской области начался подготовительный этап внедрения бережливого производства в детских и взрослых поликлиниках. Сегодня региональный центр первичной медико-санитарной помощи провёл обучающий семинар для специалистов из 10 районных медицинских учреждений. Говорили о том, как создать рабочий проект на примере четвёртой взрослой и детской поликлиник. Напомним, в прошлом году они полностью перешли на электронный документооборот, разработали схему разделения потока пациентов, тем самым полностью ушли от очередей, организовали внутреннюю навигацию. Мы хотим показать, что да, может быть на начальной стадии вам сейчас и тяжело, многое вам непонятно, но вот так может быть, вот к этому вы должны стремиться. Поговорим именно о проектной комнате, как она создаётся, это проектная комната, комната обеих, какие документы там должны быть. И немножечко хотим поговорить о одном из принципов бережливого производства, это так называемая система 5С. Задача на сегодня – тиражирование опыта в муниципалитеты и не только. Познакомились с наработками белгородских поликлиник и делегация из Орловской области. Достаточно интересно учреждение работает в проекте «Бережливая поликлиника» и с разграничением потоков, и с информационной базой. Мы обратили внимание, что народу действительно на первом этаже нет. У нас в клиническо-диагностическом центре, куда съезжается вся область фактически, пока до конца отработать маршрутизацию невозможно. И наша задача – изучить опыт коллег для того, чтобы как-то систематизировать работу. В Белгородской области начался подготовительный этап внедрения бережливого производства в детских и взрослых поликлиниках. Сегодня региональный центр первичной медико-санитарной помощи провёл обучающий семинар для специалистов из 10 районных медицинских учреждений. Говорили о том, как создать рабочий проект на примере четвёртой взрослой и детской поликлиник. Напомним, в прошлом году они полностью перешли на электронный документ оборот, разработали схему разделения потока пациентов, тем самым полностью ушли от очередей, организовали внутреннюю навигацию. Мы хотим показать, что да, может быть на начальной стадии вам сейчас и тяжело, многое вам непонятно, но вот так может быть, вот к этому вы должны стремиться. Поговорим именно о проектной комнате, как она создаётся, это проектная комната, комната обеих, какие документы там должны быть. И немножечко хотим поговорить о одном из принципов бережливого производства, это так называемая система 5С. Задача на сегодня тиражирования опыта в муниципалитеты и не только. Познакомились с наработками белгородских поликлиник и делегация из Орловской области. Достаточно интересно. Учреждение работает в проекте «Бережливая поликлиника» и с разграничением потоков, и с информационной базой. Мы обратили внимание, что народу действительно на первом этаже нет. У нас в клиническо-диагностическом центре, куда съезжается вся область фактически, пока до конца отработать маршрутизацию невозможно. И наша задача изучить опыт коллег для того, чтобы как-то систематизировать работу.